Здравствуйте! Вы смотрите программу «Квадратные метры» в студии Анастасия Петраш и сегодня в программе расскажем. Зачем в Преамурье приедет президент? Сколько дополнительных средств выделили на программу переселения из ветхого и аварийного жилья? Кто теперь в ответе за хирургический корпус областной детской больницы? Сколько денег задолжала своим работникам недобросовестная строительная компания? И как придать своему дому индивидуальности при помощи необычных окон? Об этом и не только. Прямо сейчас. Не переключайтесь, будет интересно. Владимир Путин 14 октября проверит одну из крупнейших строек страны – космодром «Восточный». В ходе визита предполагается, что президент осмотрит объекты и проведет совещание по развитию космического кластера. По информации одной из компаний-подрядчиков, Путин, вероятно, едет на космодром, чтобы проверить готовность сооружений и принять решение по сдвигу сроков запуска ракеты. Напомним, что президент взял стройку под личный контроль в апреле 2015 года. Как пишут интернет-издания, на космодроме пока не проводили никаких испытаний – ни автономных, ни комплексных. Кроме того, внутри монтажно-испытательного комплекса не завершены строительные работы. Комплекс все еще не готов. Пресс-служба оценки сообщила, что ведутся отделочные работы, не сданы в эксплуатацию системы вентиляции, пожаротушения, тепла и водоснабжения. Согласно источникам, из-за отставания срок запуска ракеты, возможно, придется перенести на 3-4 месяца. На карте Амурской области появился новый город. Углегорск официально сменил статус и название. Бывший поселок стал городом Циолковским. Соответствующие постановления вместе с необходимыми документами будут направлены на экспертизу Федеральную службу государственной регистрации кадастра и картографии. Ранее на заседании Заксобрания Амурской области депутаты приняли закон об изменении статуса поселка путем образования города без изменения установленных границ. Это был первый этап переименования. Вторым и завершающим стало присвоение новоиспеченному городу номинования Циолковский. Изменение статуса населенного пункта обойдется областному бюджету в 1 млн 545 тысяч рублей, которые уйдут на изготовление дорожных знаков, табличек, указателей, замену штампов и печати, а также на изменение сведений о регистрационном учете граждан и другие необходимые манипуляции. Почти 500 млн рублей получит Преамурия на программу переселения амурчан из аварийного жилья. Решение выделить дополнительные средства принял Фонд содействия реформированию ЖКХ. В рамках заявки область будет направлять средства на реализацию второго и третьего этапа программы. Новые жилые дома строятся в 14 муниципальных образованиях области. Часть новостроек планируют сдать в 2015 году. Устранять недоделки в новом хирургическом корпусе Амурской областной детской клинической больницы будет местная компания. Генеральный московский подрядчик исправлять ряд замечаний, что выявил Роспотребнадзор, отказывается. Региональные власти через арбитражный суд добиваются передачи корпуса областной больницы от генподрядчика Амурской организации. На рассмотрении сейчас находятся три иска по фактам допущенных столичными строителями недочетов. Список замечаний, что выявил контролирующий орган, касается строительно-монтажных работ и вентиляционной системы. Чтобы не терять время, был проведен аукцион, который выиграла компания «Блаксонтехмонтаж». Но в сам корпус московский генподрядчик рабочих не пускает. Представители столичной фирмы «Проинвест» прибыли в Благовещенск, чтобы оформить допуск Амурской организации. На все работы требуется 15 миллионов рублей. Их планируется отсудить у генерального подрядчика, так как свою работу он не сделал. По подсчетам специалистов, на устранение недоделок уйдет два месяца. По вспомогательным помещениям работы уже закончены подрядные организации. На сегодня у нас остается вопрос устранения замечаний по главным корпусам. Параллельно проводится инвентаризация всего поставленного оборудования на объект. Мы можем сказать, что оно действительно поставлено в полном объеме. Оно находится в исправном состоянии на сегодня. Хирургический корпус областной детской больницы рассчитан на 250 мест. Его начали строить в 2005 году. Красную ленточку перерезали в декабре 2014 года. Однако процедуру проверки здания не прошло. Повторный контроль планируют провести в конце нынешнего года. Благовещенская строительная фирма «Ситех Благовещенск» задолжала своим сотрудникам несколько миллионов рублей. При этом некоторые работники рассказали, что изначально устраивались в компанию «Городок». А уже потом были переведены в фирму «Ситех Благовещенск». По их словам, на данном предприятии им перестали платить зарплату еще в сентябре прошлого года. Теперь более полусотни человек в течение нескольких месяцев не могут получить обещанные им деньги. При этом часть сотрудников уже доказали свое право на заработанное через суд. Несмотря на это, компания до сих пор не рассчиталась по долгам. С решениями суда работники обратились к приставам. Те, в свою очередь, сделали запросы и выяснили, что за организацией-должником не числится никакого движимого и недвижимого имущества, а расчетные счета пусты. На данный момент общая сумма задолженности более 8,5 миллионов рублей. Треть – долги по заработной плате. В связи с тем, что деньги для взыскания взять не с чего, приставы проверят, не является ли данная организация дочерней компанией другой фирмы. А также попробуют выяснить причину образовавшегося зарплатного коллапса. Также в ближайших планах предупредить руководителя фирмы «Сетех Благовещенск» об уголовной ответственности. Работники компании также обратились в трудовую инспекцию. В итоге материалы дела о невыплате зарплат передали в следственные органы. Фирму оштрафовали на 130 тысяч рублей, а руководителю выписали штраф в размере 15 тысяч. В свою очередь сотрудники трудовой инспекции сейчас проводят внеплановую проверку и в строительной компании «Городок», которая уже давно внесена в реестр недобросовестных работодателей. Строительство трех многоквартирных домов в селе Чигири остановлено. Такое решение принял арбитражный суд Амурской области. Плюс он наложил арест на землю. Как выяснила региональная прокуратура, три четырехэтажные дома в Чигирях по улице Восточная и Скважина в том же районе возводились одной из строительных компаний незаконно. У нее не было специального разрешения от районной администрации и проектной документации. Поэтому возведение четырех объектов капитального строительства решено заморозить, насколько пока неизвестно. Прокурор подал исковое заявление в суд на нелегальные действия строительной компании. Если у вас новое жилье, но окна в нем так себе, или вы давно хотели заменить раму в своей старой квартире, следующий сюжет будет вам в помощь. Мы подскажем, как выбрать грамотных профессионалов. Слово Евгении Соловьевой. Нет, это не вандализм, а всего лишь демонтаж старого окна. Леонид Владимирович недавно приобрел эту квартиру и ремонт в новом жилье решил начать с установки окон. Тем более они этого требовали. Долго мы выбирали компанию и пришли к выводу, что вот эта компания, она самая оптимальная по цене, качеству. Ну и самое главное, что профиль, применяемый этой компанией, отечественный. Он учитывает наши холода, климатические условия. То есть ширина профиля увеличена, увеличено расстояние между стеклами, очень хороший эстетический вид. Действительно, используемый компанией профиль рассчитан именно на суровые российские морозы. Ширина стеклопакета составляет 40 мм. При том, что в этом профиле 4 камеры, у нее 70 мм толщина. При установке изделий, которые заказчик планирует установить, будь то окна, будь то балконный блок, вы достигнете в квартире полную тепло- и шумоизоляцию. А то, что в этом профиле еще и белая резина, вы придадите своим окнам дополнительное благородство. Установка одного окна занимает около трех часов. За это время мастера произведут демонтаж старого окна и установят новую оконную систему. Приятный бонус при заказе – москитная сетка в подарок. Помимо оконных систем, компания занимается остеклением лоджии и балконов, а также производит мелкий ремонт. Такой, как замена резинок, стеклопакетов и фурнитуры. Замеры бесплатные. По области мы выезжаем. Это тоже немаловажно, потому что жители областей сейчас многие строятся и коттеджи, и при усадебном участке. Мы тоже это можем произвести. Хоть остекление, причем если коттеджные варианты, то можем сделать ламинированные окна, окна со вставками. Дверные проемы точно так же устанавливаются. Двери из системы ПВХ фирмы «Кальве». Гарантийное обслуживание изделий составляет 5 лет. Кстати, если сразу всю сумму вы оплатить не можете, компания предлагает систему беспроцентной рассрочки до полугода. А постоянным клиентам предоставляется скидка. Кроме оконных систем, здесь же можно заказать и дверь. Все изделия делаются под ключ. Опытные мастера берутся даже за самые сложные заказы. Установив такую оконную систему, вы забудете, что такое промерзающие стекла, а уличный шум больше не сможет нарушить ваш сон. Евгения Соловьева, Андрей Цветков, программа «Управдом». На этом у меня все. Смотреть нашу программу вы теперь сможете и в эфире информационного агентства «Город» и на ТВ-центре. А пересматривать понравившиеся выпуски в социальных сетях на страничке Первого областного канала, в Фейсбуке и Одноклассниках. А также на новостных порталах amurobl.tv, tv-город.rf и порт Амур в разделе «ТВ-проекты». Дозвониться нам можно по номерам 777 201 и 773 445. Приятного вечера. Смотрите нас снова.